МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В следствии мусудом установлено, что 4 августа 2019 года в ночное время в городе Бежицке женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, используя в качестве малозначительного повода ранее высказанное ей мужчиной замечание, подошла к автомобилю последнего и имеющимся. У нее в руке ключом поцарапало лакокрасочное покрытие капота автомобиля и повредило целостность его кузова. В результате противоправных действий женщины потерпевшего был причинен значительный ущерб на сумму свыше 20 тысяч рублей. Затем женщина, управляя автомобилем, направила его с нарастающей скоростью в сторону потерпевшего, совершив наезд на мужчину. Он получил различные телесные повреждения, которые не вызвали кратковременного расстройства его здоровья. Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на убийство, она вновь направила свой автомобиль на мужчину, однако последний, опасаясь за свою жизнь, успел скрыться с траектории движения ее автомобиля. Таким образом, злоумышленница не смогла довести до конца свой преступный умысел, направленный на убийство человека по независимым от нее обстоятельствам, так как мужчина при первом наезде автомобиля смог избежать получения смертельных травм, при повторной попытке наезда успел скрыться с траектории движения автомобиля. А дальнейшие действия женщины, направленные на совершение убийства, были своевременно пресечены активным вмешательством других граждан, которые находились с потерпевшим на месте происшествия. В рамках расследования уголовного дела следователем Следственного комитета выполнил значительный объем следственных действий, в том числе произведен осмотр места происшествия, установлены очевидцы и свидетели преступлений, которые допрошены, проведены очные ставки, проверки показаний на месте, трассологические и судебно-медицинские экспертизы. Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 2 месяца с отбыванием в колонии общего режима и компенсацией морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Приговором суда женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде 7 лет 2 месяцев лишения свободы, а еще компенсация морального вреда в виде 50 тысяч рублей. 28 мая после тяжелой продолжительной болезни на 74 году жизни скончался Евгений Георгиевич Смелковский. Вся жизнь Евгения Георгиевича была связана с уголовно-исполнительной системой, воспитательной работой с осужденными. В 2008 году после выхода в отставку он был избран председателем Совета ветеранов УИС Тверской области, по его инициативе были открыты мемориальные доски прежним руководителям УФСИН и учреждений. Вошла в традицию ежегодная акция «Здоровье поколению победителей». Находясь на посту председателя Совета ветеранов, Евгений Георгиевич всегда оставался в гуще событий, работал с ветеранами и сотрудниками, учащимися в кадетских классах УФСИН, выезжал в исправительные учреждения. Многолетний труд полковника внутренней службы Смелковского был отмечен многими ведомственными наградами, двумя орденами Русской Православной Церкви и другими наградами. В 2014 году ему было присвоено звание «Почетный работник уголовно-исполнительной системы». Руководство ветераны и личный состав УФСИН России по Тверской области скорбят в связи с кончиной Евгения Георгиевича Смелковского. Патрульная служба выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного. Он был очень позитивным и светлым человеком. Прощание с Евгением Георгиевичем Смелковским состоится 30 мая в 10.15 на Дмитрово-Черкасском кладбище.